всем привет сегодня я не на рыбалке не в походе сегодня я решил снять обзор о своем оборудовании с которым езжу на рыбалке хожу в поход его у меня не так много но то что есть я вам покажу думаю что вам будет интересно так что желаю приятного просмотра итак начинаю свой обзор начну я с термоса на самом деле у меня их два сначала я покупал вот этот арктика фирмы но он мне не знаю не понравился на самом деле он держит горячим чай воду чай всего лишь несколько часов хотя было написано в описании что он должен держать более 10 часов может просто такой термос попался не очень качественный на второй термос у меня фирмы bio сталь он хорошо уже держит тепло на 700 миллилитров как и предыдущий термос здесь в комплекте была такая кнопка и еще 2 крышка без кнопки обычно закручивается этот термос я постоянно беру с собой и в походы и на рыбалку держит он но 10 часов он тепло держит точно очень хорошим компактных хватает объема ну понятно если куда-то на большое время на продолжительное ехать нужно термос побольше либо для пищи для какой-то но для чая на однодневный поход самый раз следующий предмет это пила ну или ножовка как ее можно называть фирмы следопыт ну здесь была надпись но она уже стерлась потому что резал мокрые ветки кусты сама по себе пила очень удобная небольшая резиновая ручка здесь заводская заточка тоже была хорошая но со временем уже нужно подтачивать и много чего я резал ей и ветки и суки и достаточно толстые ветки резал но уже немного затупилась здесь есть вот такая гайка со временем ее нужно подкручивать потому что может выпасть она у меня раз выпадала потом искал еле нашел и хорошо что вовремя заметил достаточно удобная легкая складывается можно везде с собой брать покупал ее где-то рублей за 10 может есть у меня также и бинокль для рыбалки в основном его беру иногда с собой фирмы юкон 10 на 50 в а модель его не часто с собой беру ну понятно если на те места на рыбалку где уже был там его не беру а если на новые на какие-то места незнакомые обязательно беру его с собой очень хорошо просматривать местность резиновые здесь защита резиновая на линза идет очень удобно и можно перемещать стороны вниз вверх как удобно кому также есть для глаз защита когда смотришь бинокль чтобы свет не падал сбоку глаза вот они здесь также они если не нужно снимаются отдельного и уже можно без них кому как удобно в комплекте шел ремешок потом чехол тоже со шлейкой довольно таки удобный и салфетка такая небольшая протирать бинокль сколько он точно стоил не помню но где-то ну больше ста рублей это точно белорусских в хозяйстве думаю вещь не лишняя есть у меня нож фирмы кизляр supreme российская фирма нож хороший качественный здесь в комплекте шел кожаный чехол с такой вот застежкой на ремень одевается он свободно ходит не сковывает действия сам нож острый хорошая заводская заточка пользовался я им не очень много но резал также и ветки и сучья ну и иду какую-то в походах не затупился качество хорошее сам по себе он легкий вес 130 грамм где-то длина 20 сантиметров где-то плюс минус интересно что ручка сделана из корня ореха дерево брал его тоже в свои последние походы пригодился очень и последняя вещь это фонарик фирма армитек модель эльф c2 сам по себе фонарик тоже не из дешевых стоит около 100 рублей где-то качество очень хорошее легкий достаточно вроде сделан из авиационного алюминия здесь есть магнит который очень хорошо держит сейчас попробую вот если на что-то металлическая цеплять металлическую поверхность очень удобно достаточно сильный много режимов освещения здесь около шести наверное в основном пользуюсь я тремя режимами самый яркий получается самый слабый и средний пользуюсь я средним как написано этого режима хватает на 10 часов беспрерывного использования постоянно беру его с собой на рыбалку в комплекте также шло крепление на голову для него тоже удобно широкий ремешок регулируется ну вот и одевается когда нахожусь на рыбалке практически постоянно его использую включая и даже не выключаю его постоянно меня горит потому что как летом ночи короткие фонарика этого хватает надолго светит сам фонарик и под водой до 10 метров глубины ну вот такой был обзор небольшой да как я говорил раньше вещей меня не очень много но я думаю они будут дополняться этот комплект хочу сказать что может такие вещи как фонарик бинокль нож не из дешевых они но хочу вам сказать что пару лет назад был охотничий турнир в красном бару в туристическом комплексе и я там принимал участие и заняла призовое место призером давался сертификат на определенную сумму на оборудование которое можно взять в магазине фирменном красного бора вот там я взял и нож и фонарик и бинокль конечно если бы не сертификат я бы подумал покупать эти вещи или нет выбрал бы что-нибудь подешевле но так вот предоставилась возможность такая и я вам хорошее качественное оборудование которое мне служит последнее время я не ходил в какие-то продолжительные походы с ночевкой там двухдневные трехдневные я ходил однодневные походы в которые сильно оборудование много не нужно с собой брать самый мой продолжительный поход был это поход по ельне на полуостров капец туда я брал с собой только литр воды ну и так небольшой перекус но и оборудование камера зарядная там разные шнуры вес рюкзака составлял не знаю может всего лишь 3-4 килограмма даже может меньше шел я 15 километров часов за не помню уж точно 5-6 может прошел в общей сложности а время в пути было три часа где-то это если уже в какой-то поход идти с ночевкой ни одному там уже нужно набирать с собой и спальник и палатку брать и коврик и какое-то костровое оборудование ложки чашки тарелки еду какую-то с собой но я думаю все это будет в дальнейшем в моих походах кто подписан на мой канал всем огромное спасибо кто не подписан на канал подпишитесь поставьте лайк этому видео если оно вам понравилось напишите какой-то комментарий обязательно всем отвечу напишу всем спасибо за просмотр и всем пока